Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами про почвопокровное растение, которое декоративно в течение всего года, который не меняет цвет, идеально выходит из зимы и практически зимой выглядит точно так же, как и сейчас. Это ясколка. Многие из вас видели фотографию ваниллы фрайс, сейчас в апреле она такая, а под ней растет ясколка. Очень частый вопрос в интернете. Что я делаю с ней, чтобы она выглядела именно так. Я вам обязательно покажу после цветения ее обрезку и как я это делаю. Весной не делаю ничего. Корневая система у нее поверхностная, она не мешает соседям жить, не борется за питание с ними. Почему я не могу отнести ее к агрессорам в своем саду, хотя многие так считают? Она посажена правильно. С южной стороны у нее есть ограничитель роста, дорожка. И когда она периодически на нее наезжает, я просто обрезаю все лишнее. А на север, как и многие растения, она не стремится расти. Солнце идет по небу там, а с северной стороны солнца не бывает. Вот практически весь секрет. Главное ее правильно посадить. Не любит ясколка никакого замокания, не должна стоять у вас здесь вода. Но практически все. Можно ее выращивать из семян. Идеально она приживается просто, если оторвать кусочек, посадить ее и создать ей приятные условия по влажности. Она быстро очень укореняется. А все остальное я расскажу вам после ее цветения, как за ней ухаживать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Именно вот ради этой красоты стоит выращивать ясколку. Такое цветение продлится 2-3 недели. Зависит от погоды. Естественно, если будет плюс 30, все это отцветет значительно быстрее. Как только она отцветет, я вам покажу, как ее резать. Потому что очень многих волнует вопрос, почему она становится какой-то совершенно безжизненно, около корней, далеко вытягивается. Ее можно сдерживать. И как это делать? В следующем эпизоде. Субтитры подогнал «Симон» Моя любимая ясколка отцвела. И для того, чтобы она была декоративной, мне нужно ее порезать. Как это делать? Я снимаю все цветоносы и захватываю большую часть зеленой массы. Остается немножко. Это стимулирует рост новых побегов там, где она оголилась. Как я это делаю? У меня есть электроножницы. Очень удобно работать ими. Можно взять просто обычные ножницы. Вот такую длину побегов я снимаю. Цветонос и достаточно большую часть просто зеленой массы. Остается зеленый коврик. Голубоватый, я бы сказала. Режьте, не бойтесь. Она очень благодарна и очень быстро восстановится. Здравствуйте. Почвы у покровных растений много. Мы уже про них поговорили. Примулы, ясколки, тимьян, резуха, флоксы. Время пришло рассказать про вербеник монетчатый. Выходит из зимы с листочками. Но они не такого цвета, как мы привыкли видеть его уже в мае. Сейчас апрель. Легкий оттенок, я бы сказала, состаренного золота у этого растения. Многие его считают агрессором. Но если есть ограничения, которые не дают ему разрастаться в разные стороны, то в сад его пускать не только можно, но и нужно. Необыкновенно цветет. Мы с вами, конечно же, посмотрим. Корневая система очень поверхностная. Быстро разрастается. Нетребовательно к почве совершенно. К воде тоже. В общем, чудо, а не почвопокровное растение. Но лучше мы к нему вернемся буквально через неделю и посмотрим, как меняется оттенок этого состаренного золота на нежно-шартрезно-желто-зеленый цвет. Музыка Музыка Вербейник монетчатый. Конец мая. Только-только набирает обороты и свою яркость. Самый пик будет во время цветения. Все будет желтое. Очень Степка любит лежать на этом коврике, потому что идет удивительный аромат и все это очень мягенькое. Музыка Одновременно с лавандой колокольчиками цветет вербейник монетчатый. Я тут спряталась в теньке. У нас как-то очень жарко. Июль. А здесь с вербейником еще колокольчики. Получается лаванда, про которую я уже сказала, и монарда. Есть монарды разные и есть низкорослые, как у меня. Так что исключительно ваш творческий подход. Что с чем миксовать и как это сочетать. Музыка 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 Музыка